В школьных классах и коридорах пусто. Весенние каникулы продлили еще на одну неделю. Потом дети будут учиться дистанционно. На семинарах учителя осваивают программы, с помощью которых они будут объяснять детям новый материал и проводить тестирование. Это совершенно новые реалии, с которыми столкнулись не только школы, но и весь мир в условиях пандемии. Учителя обучались в том числе и на новых платформах, которые до этого они не знали. И сейчас используют, анализируют возможности все, которые предоставляются только сегодня российским рынком. Что приятно, что на сегодняшний день это все бесплатная платформа, открытые свои ресурсы. И, соответственно, возможностей сейчас достаточно много. О том, на каких электронных платформах будет проходить дистанционное обучение, родителям уже объявили на собраниях, которые тоже прошли дистанционно. Директора школы рассказали о том, как будет организован учебный процесс, о длительности и количестве уроков, о способах взаимодействия учителя и учеников. Очень важно, что уроки не длятся, как обычные, 45 минут. Уроки сокращены до 30 минут в среднем. При этом работа за компьютером мы ориентируем педагогов от 10 до 15 минут. Это может быть трехминутное объяснение, 10-минутное объяснение. Это может быть дальше работа в онлайн-системе. Но дозировано и к определенным срокам. Сложившаяся ситуация заставляет нервничать всех – учителей, родителей и, конечно, выпускников. Последние лишились возможности решать возникшие проблемы с учителями в режиме реального времени. Надеяться им приходится только на свою самоорганизацию и дисциплинированность. А консультации педагога можно получить по телефону или через интернет. Я понимаю сейчас прекрасное напряжение, особенно 11-классников. Наверное, они самые тревожащиеся сейчас – и родители, и дети. И, уважаемые родители, поверьте, что в любом случае Министерство просвещения, Министерство образования Нижегородского области, ну и, соответственно, мы здесь сильная инстанция. Мы, конечно, будем создавать все условия для наиболее благоприятного периода прохождения потом, какие бы сроки ни были назначены. В связи с тем, что с 28 марта в России объявлены недельные карантины и закрыты все госучреждения, в Сарой будет работать дежурный детский сад. Туда направят детей, чьи родители в силу обстоятельств будут находиться на рабочих местах. На сегодняшний день пока потребность достаточно невысока. Мы полагаем, что мы ограничимся одной или двумя дежурными группами, которые, собственно говоря, будут работать в течение всей следующей недели. Детки, которые находятся в группах, которые находятся на карантине, не могут прийти в детскую образовательную организацию, которая будет в такой сборной. Ну, потому что по всем требованиям САНПИНов. Всю информацию будут оперативно размещать на сайте Департамента образования. Также вопросы можно задавать по телефонам горячих линий. По работе детских садов – 9 55 50. По организации дистанционного обучения в школах – 9 55 21. Полностью интервью директора Департамента образования смотрите в рубрике «Без комментариев» на канале Саров24. Елена Грецкова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров24.